Приветствую вас, дорогие мои друзья! Ну что же, вторая часть – продолжение католического венчания. А первую часть этого праздника вы можете посмотреть, пройдя по ссылке под этим видео. Таинству венчания присущи святость, связь двух людей с Богом. Единство – соединение супругов в одно целое. И нерасторжимость – вечность брачного союза. Главная цель венчания – это вознесение к небесам любви мужчины и женщины. Красиво, правда? Ну и, конечно же, мы с вами знаем по фильмам, когда священник задаёт вопрос, «Есть ли кто-то или что-то, препятствующее заключению данного союза?» Следующий вопрос о добровольности вступления в брак. Так как вы решили по взаимной любви создать ваш семейный союз, возьмите друг друга за руки и закрепите ваше согласие, говорит священник. И сейчас, держась за руки, молодые друг другу дают обет верности и любви. Я, Эмирик, беру тебя в жены и обещаю быть верным. Я, Эдвижа, даю тебе обет верности. Ну, даже растрогалась, расчувствовалась, расплакалась девчонка. И, конечно же, мы с вами говорим, что мы с вами говорим, и наблюдаем какая-то небольшая заминочка. Я так поняла, что невеста спрашивает кольца. Да, вот мы с вами можем наблюдать, что малышка подносит коробочку. Священник её освящает, эту коробочку, в которой находятся обручальные кольца. И молодые обмениваются кольцами. Эдвижа, это моё кольцо тебе в знак моей любви и верности. Эмирик, это моё кольцо тебе в знак моей любви и верности. И вот теперь уже муж и жена дают обет вместе друг к другу. Ну, читают совместно, к примеру. Молодая пара и гости все присаживаются на конец. А вот посмотрите, для меня это тоже было открытием. Я немало удивлена, что по традиции, оказывается, сейчас вот такие вот наши ангелочки красивые в платьицах белых и свиночками на голове будут в тарелочке плетёные собирать монетки. Ну, кто-то давал монеты, кто-то купюры. Посмотрите, какая красавица мама, совсем без макияжа. Дорогие мои подписчики, я вам очень благодарна за активные отзывы и комментарии к первой части видео. И сейчас хочу вас спросить. Вы наверняка знаете, тем более, что некоторые подписчицы мне писали, что присутствовали на такой церемонии. Куда идут вот эти собранные средства? В дар церкви или же молодой семье? Спасибо! А вот обратите внимание, вот эта молодая беременная женщина зашла в церковь и тоже присела на одно колено. Заметьте, кстати, какая у неё оригинальная шляпка без верха. А вот посмотрите, какие месье. Ну, оба хороши. Итак, церемония закончилась. Длилась она более двух часов. И теперь у нас с вами есть возможность на свежем воздухе ещё раз посмотреть на туалеты милых францужек. Толстантин Даю вам возможность, друзья, полюбоваться французской изысканной публикой. Le charme français. Традиционная французская безу. Ну как же без французского поцелуя. Ой, посмотрите, какая дамочка в розовом платье, в головном уборе. И зеленое платье, и шляпка зелененькая, с зелененьким бантом. Очень оригинальные. Ой, ну какие детишки в этой семье молодцы. Вы посмотрите, всегда друг за друга. Ну, растерялись. Да нет, не растерялись, просто родители ищут. Посмотрите, какой народ. Все радостные, улыбаются, в хорошем настроении. Наверняка все очень довольны такой торжественной церемонией. А вам, друзья, вам понравилась эта свадьба? Напишите, поделитесь с вами впечатлениями в комментариях. Ну вот, видите, и такой наряд. Имею место тоже быть. Почему бы и нет. Ой, ну какие же молодые, красивые и счастливые. Эмрик и Эдвижа. А вот и выход родителей. Ой, ну надо же. Посмотрите-ка, ну как интересно. Со стороны жениха находится папа невесты. С мамой жениха. А около Эдвижи теперь уже ее свекр. С мамой невесты. Видимо, так вот положено. Ну, породнились. Ой, так здорово. Мне нравится такая традиция. Не насмотреться. Так и хочется любоваться и любоваться. Вот теперь уже этими тремя семьями. Вжик-мажик. Итак, теперь со стороны жениха родители невесты. А со стороны невесты родители жениха. Здорово. Мне это нравится. Теперь каждый из них стал еще богаче. Молодые приобрели еще одних родителей. А родители дочку и сына. Я думаю, мне так кажется. Идвижа, невеста, похожа на отца. А Эмрик похож на свою маму. А вы не находите? Пишите свое мнение в комментариях. Ой, какой молодец муж. Это уже видно с первых шагов их семейной жизни. Какой он заботливый. Так трогательно он помог своей жене с фатой. Вы видите, как он ее бережно несет. Итак, молодожены направляются к автомобилю. Ой, ну какой шикарный, обалденный у них автомобиль. И так я хочу пожелать этой молодой счастливой паре долгих совместных лет жизни в любви, верности и гармонии. И пусть им посылает Бог умных и здоровых детей. И, как у нас говорится, совет да любовь. Я увидела так много позитивных счастливых людей. Все довольные. Разговорившись с гостями, с одной молодой парочкой, я узнала, что новобрачные ровесники. Им по 24 года. Я очень удивилась. Ведь для Европы в целом это считается ранний брак. Но видно же по этим влюбленным, что они очень серьезно подошли к созданию семьи, если даже прошли такую серьезную церемонию венчания. Это значит, они будут соблюдать все традиции и каноны католического брака. Будьте счастливы, Эмрик и Эдвижа. Любви и согласия на долгие-долгие совместные годы. Вечером праздник продлится ужином с фейерверком в шато в замке. Вот мы с вами видим, как мама невесты, нет, теперь уже жены благодарит священнослужителей за замечательно проведенную церемонию. Церковь опустела, а гости не спешат расходиться. Все обмениваются приятными впечатлениями от церемонии. Друзья, надеюсь, вам было интересно узнать еще одну сторону французской жизни. Желаю вам всем счастья, добра и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»!